Тоска, апатия и раздражение. Каникулы остались в прошлом, а работа с ее новыми целезадачами уже началась. По оценкам психологов, примерно половина населения России в середине января страдает от постновогоднего синдрома. Около 10-15% даже обращаются за помощью к специалистам. Как прошло 10 дней, пора на работу. А что удивляться, уже в первый день, точнее ночь, люди нарушают график питания и сна. Остальные дни лишь как закрепление нового, не самого полезного режима. Вместо того, чтобы как следует отдохнуть, многие дают серьезную нагрузку на организм и мозг, как следствие утомленность и хондра. Хотел с нового года начать жизнь с чистого листа, но что-то пошло не так. Да и чудо тоже не случилось. Планировал отдохнуть с книжкой, но череда застолий, пара бокалов вина и все наперекосяк. Предпосылок к постновогоднему выгоранию множество, а итог один. Раздражительность и желание вернуться в уютный период, где нет ни забот, ни хлопот. И желательно людей с их беседами. Без коленитариев. Не, не, времени нет. За строением студента, у которого экзамен. Какое? Это какое? Конечно, подольше бы выходных. Работать не очень. Ну, как бы я работала все эти праздничные дни, поэтому мне особо хочется обратно на работу. Есть постновогодний синдром? Определенный есть на самом деле. И возвращаться после Нового года очень сложно бывает. Но пытаемся. Состояние утомленное. Человек чувствует себя усталым и разбитым. Время пронеслось очень быстро. А он все-таки был в ожидании, что 10-го числа он будет полон сил, но он таковым не стал за это время. И вот одна из причин как раз то, что на самом-то деле это не было для его организма, по крайней мере, временем отдыха. Поэтому я рекомендую пить вечером успокоительные чаи. Положите в сейф свои гаджеты. И если люди будут высыпаться, то это будет гарантировать их рабочий настрой. По оценке медиков, последствия неправильно проведенных зимних каникул могут тянуться аж до весны. Это если следовать инерции. Чтобы быстрее прийти в форму, пересмотрите рацион питания. Даже обещание, давая себе обещание, что я не буду есть в эти новогодние праздники, я буду держаться, человек, как правило, в большинстве случаев срывался. Потому что ко мне приходили клиенты и об этом рассказывали, что они срываются. Непонятно, откуда нападает этот жор. Вот этот жор как раз идет из нашей головы. То есть человек жил в стрессе, тут он расслабился. Что делать? Нужно искать радости в других вещах. Уберите из рациона майонез и трансжиры. Включите больше зелени, овощей и чистой воды. Начните заниматься физкультурой или хотя бы чаще гулять и находиться на свежем воздухе. Играйте в игры, общайтесь, и тогда вас снова порадуют простые, а главное полезные блюда. Да и порций станут меньше, а серотонина, гормоны радости, прибавится. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok